Итак, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем проходить такой увлекательный мод, как Пиксель Мон. Ну, как я и люблю это говорить, и всегда это говорю, за кадром произошли просто какие-то гигантские глобальные изменения. В частности, это коснулись, наверное, по большей части вот этого вот моего здания, вот этого моего домика, который решил я обосновать здесь недалеко от нашей деревни, в которой я поселился. Ну, а еще большие изменения коснулись всех моих покемонов, которых я здесь бегал и пока собирал и пока строил наш вот этот домик. Если мы сейчас зайдем с вами в ПК, то мы увидим 5 страниц с этими самыми покемонами. На первой странице располагают все покемоны в перемешку, просто я которых собирал, не собирал, и, возможно, некоторых из них вы уже видели, как я ловил, возможно, не видели, но, тем не менее, они здесь и располагаются. На второй странице примерно то же самое, с одним редким исключением, то что по большей части я здесь старался разместить тех покемонов, которые относят себя в большей части к травяному типу, и для меня, что является очень большой неожиданностью и радостью, я здесь с вами смог поймать такого покемона как бульбазавра, который обитал у нас в лесу. Всех этих покемонов травяного типа я смог найти в лесах и в близости от моего базы, их поимка не стоила вообще никаких усилий, и буквально каждый этот покемон ловился с первого или со второго левелбола или квикбола. На третьей же странице такая же мешанина примерно из покемонов, как и на первой странице, на четвертой же странице у меня находятся покемоны, которых я планировал размножать и разводить, и именно поэтому у меня здесь были пойманы покемоны именно парами, то есть у меня здесь есть плюсал и минусум, просто как два покемона, девочка и мальчик, не знаю зачем, но было бы прикольно их попробовать размножить. Здесь также я хотел бы попробовать в дальнейшем размножать Иви, но я потратил какое-то гигантское колоссальное количество часов, и за все время у меня получилось поймать всего три Иви, и все три у нас пацана. Но зато хорошие новости у нас касаются того момента, что у меня получилось все-таки поймать двух покемонов Пикачу, и они оба разнополые, и то есть впоследствии я смогу их размножить, и в теории я смогу получить маленького Пичу. Ну и также я собрал электробазы мальчика и электробазы девочку, и наверное электробаз является одним из моих любимых покемонов электрического типа, поэтому его маленькую копию я тоже обязан себе заполучить. Ну а на пятой же странице моего ПК вы видите всех покемонов, которых я умудрился поймать за прошлую серию, ну и в принципе за все время, но помимо этого я еще их смог проапгрейдить и усилить до уровня эволюции. Я имею ввиду то, что всех покемонов, которых я здесь поймал, они готовы уже к эволюции, если буквально получат хотя бы чуть-чуть опыта. В том числе это Чермандер, которого я поймал буквально за кадром, он тоже из моих любимых покемонов, тем более что он покемон стартовик из первого поколения, и получить финальную эволюцию я просто обязан. Ну и также это касается примерно всех остальных из этих покемонов. А то, что касается этих трех покемонов, меня ждут очень глобальные новости для вас. За кадром мне, помимо того, что я бегал тут по лесам и искал различных покемонов, также их ловил, я встречал здесь различных покемонов-боссов. И один из покемонов-боссов при убийстве его предложил мне именно вот такой вот выбор, куда бы я хотел надеть Кейстоун. И я выбрал уже естественный браслетик, и теперь на руке моего персонажа, именно на левой руке, вы можете видеть камень мега эволюции. А это значит, что я получил как минимум один камень мега эволюции, и то, что за все время я получил три камня мега эволюции. Это камень для Аудина, камень для Марипа, то есть для его финальной скорее эволюции, и камень для Электрайка. Я бы хотел попробовать сейчас для начала взять всех этих трех покемонов, и единственная мега эволюция, которая у меня на данный момент доступна, это мега эволюция для Аудина. Если я сейчас все правильно понимаю, и нажму на кнопочку Г английскую, то Аудин у нас будет мега эволюционировать прямо вот у нас на глазах, и мы с вами получим мега Аудина. Я не знаю, к сожалению, как именно называется этот самый покемон, но выглядит он невероятно классно. И я думаю, что он не особо сильный у нас, к сожалению, но тем не менее. Ну и прежде чем отправляться в Ультракосмос, мне хотелось бы вам напомнить, что в прошлой серии я проводил небольшой интерактив. Я спрашивал вас, что это за покемон, и правильно ответил именно этот комментатор. И именно благодаря этому комментатору нашего Инфернепа будут звать теперь так. Ну а также хочется продолжить традицию нашего интерактива и спросить у вас, что это за покемон. И первый человек, который правильно укажет его имя, сможет назвать этого покемона, как ему заблагорассудится. Ну а также хочется напомнить, что переименование покемона вступит в силу именно со следующей серии, поскольку пара серий у меня была записана вперед. Благодарю за ваше понимание. Ну а теперь мы возвращаемся к посмотру серии. Кстати, вот и планы на эту серию у меня подъехали. Как вы можете наблюдать, это очень странный портал в далекие земли. И я бы хотел попробовать взять нашу любимую птицу и попробовать сюда влететь. Меня даже успело продамажить, и тем не менее я сюда влетел. Я понимаю, что я не говорил немножко про мегаэволюцию, но сейчас я это все с вами обсудим. Просто не сказать о портале я не мог, к сожалению, вообще никаким образом. Только потому, что эти порталы появляются здесь ну уж очень редко, и мне они были необходимы по многим причинам. Если я все правильно понимаю, я нахожусь сейчас в каком-то новом измерении измона покемонов, и я попадаю сюда сугубо пролетанием через вот такие вот порталы. И если бы у меня не было этой мини-карты, то я не знаю, что бы я здесь делал. Я думаю, что она мне поможет здесь. Как минимум, я здесь вижу вот этот гигантский остров, кучу покемонов, которые здесь у нас обитают, непонятные еще мини-островки, и, что самое прикольное, адская крепость. Предлагаю сначала сходить именно в эту адскую крепость и посмотреть, что там находится у меня. Заодно у меня получится, наверное, прогрейдить вот этих вот двух покемонов, благодаря такой штучке, как XP для всех. И в любом случае у меня получится продемонстрировать мегаэволюцию этих двух наших покемонов, тем более, что у них, по идее, опыта достаточное количество для того, чтобы апнуться в скором времени. Ну да, я был прав, это адская крепость, я сюда сейчас прибежал. Ага, покемон у нас Висмур тут обитает, но в остальном не особо ничего интересного. К сожалению, с прорисовкой чанков я не могу абсолютно ничего сделать, я сам все вижу как в тумане, так что извините за это, ребят. Ну да, это получается у нас обычно адская крепость и ничего интересного. Ну ладно, сейчас попробуем куда-нибудь в другое место лететь, может быть там будет что-то более интересное. Эндстоун, что просите? И меня вызывает Парион на бой. Парион достаточно классный покемон, и давайте сразу его попробуем поймать заодно. Примерно я продемонстрирую способ, с помощью которого я ловил всех остальных покемонов. Большая загвоздка в их ловле заключалась в том, чтобы их найти, нежели поймать. И, как я говорил, с первого буквально квикбола мы ловим себе этого Париона. Дальше я беру свой ПК и заношу его не сюда. Я думаю взять еще какого-нибудь покемона, например, Папитара 55 уровня, который практически у нас готов к эволюции. Для того, чтобы иметь возможность его сразу поднять на уровень еще, и получается, чтобы он у нас эволюционировал. Неужели? Вы посмотрите, кто у нас такой вот. Пансейдж. Это стартовый покемон, насколько я все правильно помню. По-моему, это вторая эволюция стартового покемона. Поэтому, к сожалению, я его резко убил. И я бы хотел поймать стартовиков именно первого уровня. Тут какой-то у нас, получается, тренер 36 уровня. Было бы неплохо, мне кажется, его попробовать победить. О, посмотрите, что у нас происходит. У нас Марип и сразу Электрайз. Оба эволюционируют, получается, от сватки с данным типом покемонов. Ладно. Сейчас мы, получается, их побеждаем. И будем смотреть уже на эволюцию их. Все, мы видим с вами эволюцию для начала на Электрайка. И в кого же ты у нас эволюционируешь Электрайк? О, какой грациозный. Посмотрите только. Манитрик. Привет, Манитрик. И сразу у нас, получается, Марип эволюционирует тоже. И эволюционируешь ты у нас в Флаффи. Привет, ребята. Я вас очень рад видеть. И для начала я бы хотел проверить, ты уже можешь эволюционировать? Да, у нас уже доступна мега эволюция. Ну-ка, попробуем нажать на клапочку Г. Видимо, у Флаффи недостаточно уровня для мега эволюции. Ну ладно, ничего страшного. А у Манитрика нашего доступна мега эволюция или нет? Доступна. Посмотрите, сейчас он будет у нас эволюционировать. Блесточки, блесточки, все дела. Это тот самый Манитрик, напомню, которого мы поймали буквально в первой серии. И именно так он выглядит в нашей мега эволюции. И пока временно я убираю их всех в наш ПК. Их апгрейдить и улучшать я буду, конечно. Но буду я делать это чуточку позднее. У меня есть пока другие покемоны, которых я бы хотел проэволюционировать в приоритете. Насколько я читал и что я хотел сюда попасть, в этот ультракосмос. Тут очень много находится покемонов, классных, редких и невероятных. Но, к сожалению, пока что я их здесь не наблюдаю. Но надеюсь, что если я здесь побегаю чуть подольше, то я здесь их, к счастью, увижу. В любом случае, я сюда же пришел не только посмотреть на новых покемонов, но и прощать тех, которые у меня сейчас имеются. Немного ориентируясь у нас по карте, мне удалось помимо крепостей найти еще непонятную локацию. А неужели это энд корабль здесь? Чудное место получается в такой ситуации. О, да, я был прав, это все-таки эндовский корабль обычный. Но чувствую то, что без банальной даже брони мне тут будет уж очень тяжко. Да, с шелкерами бороться это, конечно, не покемонов убивать. Хотя бы каким-то образом мы справились, и в сундуках я наблюдаю очень прикольные инструменты. Даже какие-то думательные пластины. Главное, что мы все это можем с вами забрать, чтобы впоследствии потом это все продать. Нашел я какую-то интересную птичку, пока тут улетал. Имя ей пипипик, и я ее успешно даже поймал, таким-то образом. Даже умудрился здесь найти посреди пустоты просто покет-центр какой-то. Достаточно забавная ситуация. Ууху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Полегче, ребят. А это что такое? Какой-то данжен. Это, видимо, из моды Пиксельмонов, да? Да, и тут нас просят три камня, как я понимаю, стихий. И это называется алтарь пространства и времени. Ну и пока тут летал-бродил, я нашел такого офигенного покемона. Они на непонятных синих блоках. Имя этому по купону Диену. Это просто невообразимо классный покемон. К сожалению, он 45-го у нас уровня. Что значит, что в QuickBall мы его быстро поймать не сможем. К счастью мы сможем ему нанести достаточно урона Чтобы попытаться его поймать в ультрабол Все, писечку ему оставили Сейчас будем держать калачички Я хотел сказать, его случайно убили Блин, будет надежда, что мы сейчас Еще подобного покемона найдем с вами На этих синих блоках И к счастью мы наблюдаем офигенную эволюцию Нашего гибла Мне больше нравится на самом деле третья его эволюция И я ведь даже видел одного покемона С мега эволюцией, то есть босса гибла И мы наблюдаем как наш гибл Эволюционирует гиббита Я не знаю, что произошло, но меня телепортировало В обычный мир, просто взяло и телепортировало Случайно Да, бывают такие баги, к сожалению, но мы как бы хотели Сюда прийти Набрал я кучу всякого покелута, не нужного мне на самом деле Но тем не менее И весь, конечно, этот покелут, который я здесь собрал Я обязательно продам, но не сейчас Сейчас же я хотел бы попробовать проапгрейдить тех покемонов Которых я и хотел здесь изначально Проапгрейдить с вами Знаете, я даже думаю по поводу нашего Вот этого покемона, который 45 левел И не вот этого нашего папитара Я уверен, что для их эволюции нам не хватает Буквально самую писечку Поэтому я предлагаю им дать каждому по конфеточке Пока я боролся с боссами, мне эти конфетки повыпадали И было бы неплохо дать сразу им Чтобы они особо у нас сильно не возникали Мы сразу даем нашему хакому конфетку И он у нас апгрейдится сразу до 46 А значит он у нас может эволюционировать И получается это уже третья его эволюция И получается он просто невообразимо классным И вы только взгляньте на него Это же просто хо-хо-хо Это же просто камо И мы получаем у него невероятно классную способность Это клейнинг скейлс Это просто суперская способность Я даже комментировать ее как-то не вижу смысла И сразу мы даже не раздумываясь ли разменяем ей Только посмотрите на него Это же просто хо-хо-хо-хо Возможно у нее есть какая-то и мега эволюция Но к сожалению пока нечто подобного камня я не заполучил к себе Пока что он у нас отправляется к остальным покемонам в камеру ожидания И впоследствии я конечно буду его улучшать Но не сейчас Я Попитару нашему тоже даю одну конфеточку И он у нас тоже эволюционирует У эволюции у Попитара третья Это просто что-то крышесносное И я бы хотел вот этого нашего получается покемона Которого зовут сейчас Туранитар Взять к себе в основную команду И которая у нас будет ходить и разносить просто все вокруг К сожалению никаких новых движений у нас не выучивает Но у него зато есть крышесносное землетрясение Каменная эра Которые являются каменными и земляными типами И выносят просто всех на раз и два Его мы тоже на всю компашку к сильным покемонам отправляем пока что отдыхать на время И впоследствии я думаю займемся их проапгрейдживанием Также я бы хотел попробовать улучшить на Дроузе На самом деле этот самый покемон мне нужен только для того Чтобы пытаться приручить с легкостью других типов покемонов Именно Дроузе обладает такими типами способностей Как например усыпление или нечто подобное Допустим гипноз И эти именно способности позволят мне допустим ловить покемонов с большей легкостью Чермандер тем временем у нас изучает фарфэнк Очень классная способность огненного типа И мы видим как чермандер наш эволюционирует Да через арда ему финальной стадии конечно же еще далековато Но тем не менее получить себе чермиллиона уже звучит невероятно классно То есть сомневаюсь что в скором времени мы сможем его до 36 уровня поднять Поэтому пока что он у нас отправляется в ком тоже Даня И последнего покемона который я хотел бы попробовать проапгрейдить Вот 100% вариантов это наш Абра Его достаточно сложно поймать если только не использовать Квикболк Который я его в принципе и поймал у нас Пока я тут сражался я наблюдаю еще один замечательный у нас портал И надеюсь что в этот раз я не просру свой шанс И все таки нормально в нем полетаю И будет у меня больше возможности Нежели те 10 секунд которые я пробовал здесь в прошлый раз Здравствуй еще раз ультракосмос Мы даже с вами умудрились встретить некого босса Он у нас 70 левела Конечно Абре здесь делать нечего на самом деле Но у нас есть остальные покемоны У которых есть хотя бы малейшая шанса чтобы победить Тагедамери Это типа эволюция какого-то покемона Возможно мега эволюция какого-то покемона Которого я не особо шарю и не особо знаю А вот и все мы сразу увидим эволюцию Абры И вот этого нашего Я забыл прости как тебя зовут Но тем не менее Они сразу улучшаются Получаем какие-то бесполезные на самом деле вещи С этого босса Но самое главное что мы получаем Сразу 3 получается эволюции Это то что я и искал Абра у нас эволюционирует в Кадавру Арон Прости Арон Я забыл как тебя зовут Но сейчас вспомнил Арон у нас эволюционирует тоже невероятно классно В Лайрона Но на самом деле Лайрон мне не особо нравится Из-за 4-х Ногой возможно формы И нравится мне больше Его третья эволюция Когда он превращается просто в какого-то зверя И начинает рвать и метать И кто у нас последний эволюционирует Это на Троузе Получается Если я все правильно помню Он эволюционирует у нас в Гипно Который ходит и похищает на своих детей Пока отправляетесь на ребят в группу поддержки Я бы хотел попробовать сейчас Зоруа себе взять в команду И попробовать себе Взять еще какого-нибудь покемона Которого смог бы проапгрейдить Пусть это будет Кадавра Нашел какого-то очень интересного покемона Которого я никогда не ловил Его зовут Блитпаг Это видимо какой-то жучий тип покемона И попробуем его не пикбол у нас ловить Может быть что-то из этого да получится Ну да Он сразу ловится Без особых таких заморочек И отправляется сразу на наш ПК Ну после битвы с одним из пакетренеров Мне пришлось немножко видоизменить нашу команду И теперь она представляет собой Вот такой вот сетапчик Здесь у меня только наша Скармония и Мега Ньюман Но остальные покемоны у нас просто на раскачку нашу Это решение я принял в связи с тем Что оказалось То что для нашей Зоруа Требуется чуть больше уровень Неже у нее есть сейчас Поэтому нужно сейчас просто мне еще Очередной раз Чуточку больше посражаться Здравствуйте Что вы такое? Какой-то маленький мохнатенький Непонятно кто Мне интересно было бы тебя поймать Давай попробуем Надеюсь ты без проблем залезешь ко мне в покебол И впоследствии я изучу что же это такое Его зовут Желтик Он у нас замечательно ловится И никогда раньше до этого момента я его здесь не видел Я здесь пока летал Обнаружил очень уж интересное и увлекательное явление Как целая получается деревня Заспавненная непонятно где То есть на миникарте я вижу что деревня здесь должна быть где-то Но тем не менее я здесь ее не вижу Это очень забавно И получается эта деревня заспавнилась не обы где А просто она запавнилась посреди воздуха В кузнице в сундуке я нашел замечательную вещь Как металлическую пластину Эта вещь мне поможет проапгрейдить нашего Оникса при обмене Впоследствии если я захочу его эволюционировать Ну и в итоге победив очередного босса походу какой-то из моих покемонов начинает эволюционировать У нас Флаффи изучает электрический шар А наша Кадабра изучает психический укус Так из босса мы получаем различные покелуты И мы наблюдаем то что наш Зору эволюционирует на этот раз Эволюционирует он Зоруака Изучает он при этом все Найт Слэш Достаточно интересная способность вместо Леру в принципе было бы прикольно изучить И вот так вот невообразимо он у нас выглядит на этот раз Но при этом всем Зоруак прости пожалуйста Но к сожалению ты отправляешься на наш ПК А из ПК раз уж пошло такое дело Давайте как раз и бульбозавра мы возьмем с вами Тем более что он у нас уже находит почти на эволюции Я думаю то что первый убитый нами покемон Поможет нашему бульбозавру эволюционировать Ну как я и говорил еще буквально победив одного покемона Наш же бульбозавр начинает эволюционировать И эволюционирует он в следующую получается форму Это Ивизавр Привет братан И выглядишь ты у нас братан невероятно Надо будет попробовать сейчас еще немножко покачаться И побегать по этому лесу Может быть еще что-нибудь найти интересного Спустя еще какое-то время и еще какие-то битвы Наш Флаффи апает свой уровень до 30 И значит то что он начинает эволюцию И эволюционирует он естественно вот в такого чудного покемона электрического типа Которого зовут Амфарос Изучает электрический удар Мне только что выпали какие-то странные очки И если я их надеваю то я не вижу этот туман Это очень классно Ну или вижу но не так близко Так привет Амфарас Да я очень себя рад сильно видеть И по идее если я у тебя выберу вот этот вот камешек То я смогу тебя мега эволюционировать Да Привет братан И в кого ты мега эволюционируешь? В того же Амфараса Но более прикольные расцветки И более прикольные мех у тебя Ну я тебе скажу так то что ты очень классно выглядишь Я пока вот этот вот Амфараса получается кладу сюда И нужно будет выбрать какого-нибудь следующего покемона Которого можно будет эволюционировать И возьму я пожалуй Дру Маку Это наверное один из самых прикольных покемонов Которые были у меня за все время Не знаю Это прикольный такой красный огненный шарик Еще подравшийся одним покетренером буквально Наш Дру Мака эволюционирует И эволюционирует очень даже успешно И эффективно в такую прикольную Огненно-красную мартышку Которую зовут Дру Митян И чтобы зря не терять Я взял все-таки еще к себе Ралтса Насколько я знаю Это достаточно сильный покемон И его сила распространяется на Его способности к лечению Если я его ни с кем-нибудь не путаю А также я наблюдаю здесь такую картину Из Слоупока С желтыми пятнами Достаточно интересный и уникальный Так понимаю, Слоупок Если получится, то парочка кайфболов И он будет нашим Ну и замечательно, даже с первого покебола у нас поймался Вот наш Слоупок Это получается оригинальный ванильный Слоупок А вот этого мы поймали Получается из региона Галериан Достаточно интересный и по факту Он ничем не отличается Кроме того, что вот этот Слоупок Обладает способностью к воде А этот является чисто психическим И еще во время сражений И еще один наш покемон Начинает эволюционировать И это именно травяной тип покемона Который я собрал недавно И здравствуй, корля Мы будем рады тебе в нашей команде Неужели? Ха Я нашел одного из стартовых покемонов Как я понимаю Ну это тот Дайл И он просто офигенно выглядит На первой эволюции Мне что-то не особо нравится На самом деле его финальная эволюция Он становится каким-то очень уж агрессивным крокодилом И давайте его сразу попробуем себе сейчас взять Еще какого-то я покемона нашел Он очень уж сильно похож на стартового водяного покемона И если получится и его еще мне поймать То это будет какое-то невероятное введение Я видимо ошибся Этот покемон просто восьмого поколения Неудивительно, что я не знаю как он выглядит И почему я его до этого ни разу не видел Но тем не менее У этого покемона, который только что поймал Всего две стадии эволюции И на второй стадии эволюции Он выглядит как прикольная черепашка Но в любом случае Если у нас цель стоит поймать всех покемонов То ловить нужно всех и каждого Стоило только нашему Тододайлу Повысить свой уровень на единичку И мы видим и наблюдаем его супер-пупер эволюцию В Кросснау Да, я все-таки не умею читать имена покемонов Даже читать Вот эта вот его эволюция на самом деле Нравится мне больше всего Из всех представленных эволюций данного вида покемонов Но эволюционировать все равно в третью форму Его нужно будет рано или поздно И замечательно Эвизавр достигает 33 уровня И начинает с этим эволюционировать И пока у нас Кросснау Наш изучает новую способность Которая по факту Наверное бесполезна для меня будет И визавр наш привет Я рад приветствовать тебя В новом Амплуа И получается ты достиг максимальной Эволюции для себя на данный момент Это Винузавр Без камня эволюции Дальше я его к сожалению Эволюционировать не смогу Измечательно Я наконец-то достиг того уровня Что Ичермалион у нас начинает эволюционировать И мы наконец-таки получаем с вами первого Черезарда нашего Ну достаточно он гигантский Также с эволюцией Черезарда Получаем первую атаку летающую Типу у Черезарда нашего Это атака к Релиме Я думаю то что замечательно Подойдет вместо царапания она Ну-ка идем ко мне мой Черезардик Как же ты великолепен Интересно на тебя летать можно? Ого на тебя еще летать можно Ого Стоп стоп стой 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 Тормози 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 братан Как тебя посадить? Эй Куда ты полетел? Почему-то на Черезарде Сейчас действует Новая механика полета Ввезенная в последние Получается Версии этих покемонов В то время как На нашей птичке На которой я постоянно летал Старая механика Сейчас зашел с вами на Википедию И увидел то что Покемонов которые я сейчас Хочу проапгрейдить И рационирует уж Очень на поздних уровнях Я думаю то что Смыслом этим заниматься Даже в этой серии нету Лучше давайте К следующей серии уже подготовлюсь Я их раскачаю и нормально все будет И уже в следующей серии мы с вами сможем Их эволюционировать Ну и давайте сейчас вместе с вами я опущусь на самое дно Этого самого глубокого космоса Ничего страшного не произойдет, просто мы увидим небольшую Такую заставочку и окажется на самом деле Что мы просто проснулись с вами на кроватке И мы недалеко от дома Ровно в том же месте, где мы вошли в этот Самый глубокий космос Я думаю, что эта серия была уж очень продуктивной Ну и за эту серию мы умудрили с вами Проапгрейдить большое количество покемонов И улучшить их до финальной стадии Развития. Ну и думаю, что к следующей серии Я еще немножечко подготовлюсь, прокачаю Еще немножечко моих покемонов И мы будем готовы к с вами завоевыванию новых высот Ну а у микрофона был как всегда Ваш покорный слогам Амору, еще услышимся